Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью. Сегодня готовим отличное мясное горячее блюдо. И гармир, и мясо два в одном. Всем рекомендую приготовить. Для горячего мясного блюда нам нужны будут следующие продукты. Полкилограмма фарша. У меня свиной фарш. 150 граммов нашинкованной капусты. 1 луковица, 2 зубка чеснока, 1 столовая ложка муки, 2 яйца, соль, перец добавляем по вкусу и 3 столовые ложки растительного масла. Также небольшой гарнирчик будет в этом блюде. Нужно очистить 7 штук картофеля и 50 граммов сыра. Соль, перец добавляем по вкусу. Для начала очищенный картофель заливаем холодной водой и ставим на огонь. Отваивать до готовности. Ну а мы теперь поэтапно начинаем готовить. Духовочку включили разогреваться. Луковицу нарезаем мелко, как можно мельче. В миску перекладываем лук. Дальше добавляем фарш. Добавляем нашинкованную капусту. Добавляем соль, перец по вкусу. Можно добавить любые специи на ваш вкус. Два зубочка чеснока. Два яйца. Теперь нужно хорошо вымешиваться. Перемешать до однородности. Также добавляем одну столовую ложку муки. Вы знаете, очень вкусное блюдо. Два в одном я называю. Я думаю, вам понравится. Его стоит приготовить. И добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Хорошенько все вымешиваем. Вот прям, чтобы фарш хорошо лепился. Берем большой противень 30 на 40. Смазываем его немного растительным маслом. Включили разогреваться в духовочку. Теперь смотрите. С нашего фарша формируем котлетки. Среднего размера. Только овальные. Сейчас вам все покажу. Дальше. Смотрите. Нужно сделать небольшое углубление. Порционная подача блюда. Будет на высшем уровне. Картофель уже закипел. Все готовим одновременно. Это блюдо рассчитано на 10 порций. Ставим мясные котлетки в разогретую духовку на 200 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Картофель отваривается. А мы натираем 50 граммов сыра на мелкой терке. Картофель отварили. Слили практически всю жидкость. Немножко на дне оставили. Когда варился картофель, обязательно нужно посолить по вкусу. Теперь смотрите, разминаем. Нам нужно быстренько охладить картофель. Добавляем сыр, который натерли на мелкой терке. И вместе с сыром теперь разминаем. Масса очень послушная, хорошо лепится. Сейчас покажу, для чего нам это нужно. Через 20 минут достали нашу заготовочку. Теперь смотрите, делаем с картофеля лепешечки, такие небольшие. То, что я вам говорила, удобно лепятся и прекрасно дополняют наше блюдо. Сразу же снижаем температуру до 180 градусов. Быстренько формируем. Ручки чистые. Картофель тепленький, с сыром. Вот и весь секрет. В картофель добавили сыр. И сразу же пластичная масса. Кто любит зразы, обязательно добавляйте немножко сыра. Не будет вам счастья. Не будет проблем с лепкой вообще. Теперь берем 1 столовую ложку томатной пасты. 80 миллилитров воды. Хорошенько вот так размешиваем. До однородности. И поливаем сверху. Чтобы густой соус был. Все разошлось. Так как я люблю, ничего не осталось. Не забываем немножко подперсить по вкусу. И берем 100 граммов моцареллы. Натираем на мелкой терке и посыпаем сверху еще. Так намного вкуснее будет. И ставим все в разогретую духовку уже на 180 градусов на средний уровень. Режим запекания вверх-вниз. Кто как любит. Кто-то запекает до румяности. Кто-то просто, чтобы растаял сыр. Тут уже дело в косо. Как вам больше нравится. 10 минут в духовке и наше блюдо готово. Украшаем зеленью укропа. Всем приятного аппетита. Готовьте вместе со мной. И радуйте свою семью домашней едой. Ем и наслаждаюсь. Прекрасный ужин. Вообще, все так гармонично сочетается. Здесь фарш с капусточкой. Картошечка, моцарелла, подлива. Просто объедение. Сочно, нежно. Просто отлично. Готовьте. Блюдо просто высший класс. Готовьте на здоровье. И радуйте свою семью вкусной домашней едой. С вами была Ира. И канал Готовимся с любовью. До новых встреч. Пока-пока.